Строительство 76-й школы завершили в срок. Объект сдали и до того, как эти фойе и коридоры заполнятся детскими голосами, осталось нанести финальные штрихи. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. У новой школы не только номер, ей присвоили еще и имя легендарного мэра Надежды Чумаковой. Широкие коридоры, заполненные светом, рекреационные зоны, где детям можно переключиться, отдохнуть от уроков, собраться вместе для общения. По проекту их несколько и у каждой своя особенность. Мы постарались оформить нашу школу и ее рекреации таким образом, чтобы был заметен региональный компонент. А именно, нанесены стеновые такие росписи, фрески настенные с портретами великих рязанцев Ивана Петровича Павлова, Константина Эдуардовича Солковского, Сергея Александровича Есенина. И нанесены их цитаты, чтобы дети могли гордиться нашими выдающимися земляками. В начальной школе у нас также оборудованы настенные росписи, одна из росписей про историю села Кольное, которая раньше не входила в черту города Рязани. Есть такая очень интересная версия, откуда взялось Кольное. Актовый зал на 600 мест больше напоминает концертный холл. Цифровой рояль, огромный плазменный монитор, сенсорная трибуна. Возможности для реализации самых смелых и свежих идей в этой школе идеальны. Инфраструктура школьная настолько богата, что очень легко и удобно укладывается в концепцию Школы Минпросвещения России. Эта концепция Школы Минпросвещения России гласит о том, что в современной школе должно быть удобно и комфортно реализовывать ряд направлений. Это и направление знания, то есть дети должны комфортно учиться. Это и направление воспитания, это и направление творчества. Классов для изучения иностранных языков здесь четыре. Кстати, помимо европейских языков, в этой школе будет доступен к изучению еще и китайский. Родителям, желающим перевести детей в школу номер 76, для подачи заявления необходимо обратиться в школу, при себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка. Родителям учащихся близлежащих школ для подачи заявления о переводе в 76-ю нужно обратиться к администрации своих учреждений.